Продолжение следует... Немножко поговорить о прополисе. Что такое прополис? Продукт деятельности пчел. Прополис. Перед городом переводится. Значит, перед ульем. Пчелы прополисом заделывают большие летки. Если им большой кажется, они его уменьшают, заделывают щели, заделывают... Прикрепляют различные предметы ульи. Раньше в дупле, что там, они прикрепляли, наверное, соты к чему-то. Замазывали щели. Самое важное, что прополисом пчелы обрабатывают все свои ячейки. Соты. Вот в сотах. Ячейки маленькие, шестиугольные. В этих ячейках и пчелки выводятся, и мед хранится, и перга. И все эти ячейки, в первую очередь, пчелы, тонким-тонким-тонким-тонким слоем прополиса обрабатывают. Ну, как вот купола у церквей обрабатывают тонким слоем сусального золота, чтобы блестели купола, так точно пчелы еще более тонким, микро-микро-микро-микро-метрами какими-нибудь, тоненьким слоем обеззараживают все ячейки. Сначала чистят, а потом обрабатывают прополисом. И что такое прополис? Ну, совсем недавно стали ученые понимать, что такое прополис. Долго искали ингредиенты, которые прополиси. Вот уже на последний момент, наверное, ученые определили до 200 компонентов, которые находятся в прополисе. Мир-то велик. Пчелы живут и в Северной Америке, и в Азии, и в Европе, даже в Африке есть пчелы. Растения везде разные. Пчелам приходится брать эти вещества с разных растений. Ну, вот, например, в нашей местности с тополей, с елей, с пихт, с сосен, там, с какой-нибудь полыни, с кипреев, и с прочих растений, берут самые важные вещества растения, пчелы. Вот почка, почка, почка. На вершине побега есть почка. А что такое почка? Почка – это основной растущий организм растения. Это главное. Есть почки листовые, почки побеговые, почки цветочные. Ну, есть корни, стебли там и прочее у растения. Но почка, если нет почки, то растения дальше жить не будет. А много вокруг растений всяческих животных. Ну, я имею в виду животных и насекомых, и всяких червей, нематод этих, а вплоть до лосей и зайцев. И все норовят съесть у растений именно почки. Ну, кто-то есть листья, кто-то есть там кору. Но самый лакомый ингредиент у растения для всех животных – это почка. И вот растения всячески пытаются сохранить эти почки. И от этих назойливых дармоедов, которые их едят, и от холода, и от жары, и от всяческих болезней, напастей, растения в почках имеют разные защитные вещества. Вот пчелы очень умные, сами по себе проникают в эти почки, и с них берут, вот эти ученые открыли 200. А на самом деле, может, их там не 200, может, 400, может, 600. Ну, 200-то ученые уже как бы и состав, и назначение, и применение все уже определили. А на самом-то деле их очень много. Так вот, пчелы со многих растений берут самые нужные вещества растений, притаскивают в себе вули, добавляют там еще смол, может быть, каких-то масел, восков и компонентов своих желез. У пчел, ой, сколько всяческих желез. Вот я когда о меде рассказывал, я не упомянул, что процесс превращения нектара в мед – это очень сложный процесс. Он проходит у пчелы через множество глоточных, желудочных и прочих желез, с выпариванием и высасыванием жидкости, с добавлением всяких ингредиентов своих из желез, компонентов и прочих. И превращение нектара в мед – очень сложный и длительный процесс. Точно так же пчелы приносят с почек эти найденные ими в процессе миллионов лет вещества и в своих железах, добавляя разные компоненты, превращают его в прополис. Вот это самое полезное вещество в природе – это прополис. Я почти не признаю лекарства. У меня там ноги болят, иногда зубы. Обезболивающие я еще могу принимать, какие-то мази. Но все остальное я лечу только прополисом. Если заболел желудок, кишечник, почки, печень, легкие, все что угодно заболело, пью несколько капель настоянного на спирте прополиса с водой и все проходит. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Пока проходило. Надеюсь, и дальше будет такое же. Вот у нас, я уже говорил, коричневатый, зеленоватый такой прополис, такой пахнущий, терпкий. Вот где-то я набрал, вот у меня тут... Ай, запах у этого прополиса даже через полиэтилен. Вот здесь, например, 250-260 грамм прополиса. Можно бы его очищать, но я стараюсь воск не собирать. Собираю почти один чистый прополис. Вот рамки пчеловодные бывают, когда верхняя рамочка, она приклеивается с боков в основном только прополис. Посередине пчелы наклеивают много воска. Я этот участок вообще не беру. Беру вот только там, где есть прополис. А в Москве, вот на Тимирязевской Академии, на пасеке, был красный прополис. Вот черевко нам сказал, что такой прополис бывает в мегаполисе. Ну, даже у меня вот одно время я держал пчел вначале не на удаленной пасеке, а в поселке загородку сделал, в поселке поставил несколько улей. Так одна семья притащила краску, забор красили, ну, что-то им понравилось, видать, запах или что-то. Притащили краску, гляжу, зеленый какой-то прополис. Ну, пришлось удалять и пчел пересаживать в другой улей. Где-то я слышал, что гудрон даже тащат. У меня, я не знаю, никогда не видел, чтобы гудрон или какую-то вот это, там, солидол или что-то тащили. Но могут. Пчелы откуда знают? Они раньше жили, вдруг они видят какой-то новый ингредиент в природе. Они попробовали, им понравилось. Почему понравилось? Я откуда знаю. Может, они каким-то десятым, тридцатым чувством чувствуют, что это хорошее. Но они не могут понять, что вот люди не могут ничего хорошего-то произвести. Все хорошее только в природе. А люди стараются там что-то произвести. Атом, гербициды, пестициды, какие-то циды. Все от чего-то убивают. Берем, значит, такой прополис. И чтобы получить... Я иногда просто беру этот прополис. Горло заболело. Или... Ну, вот я подвержен простудам. Горло беру несколько таких вот, ну, как кусочков этого прополиса. И жую. Ну, он горьковатый. Но не такой уж горький. Пожуешь. Хочешь, выплюнешь. Хочешь, проглотишь. Ничего опасного от прополиса быть не может. Но лучше всего, конечно, прополис настаивать на спирте. Водка его не очень берет. Там же смолы. В водке растворится часть этих компонентов прополиса. А в спирте 70%. Лучше, конечно, 90%. И чем больше, тем лучше. Растворится все почти. В бутылку. Наваливаешь прополиса, заливаешь спиртом. Взбалтываешь, настаиваешь. Потом, как что-то заболело или там какие-то невзгоды. Капнул несколько капель. В зависимости от настроения, можно и налить немножко. Заливаешь в эту же рюмку воды. Если в эту коричневую жидкость наливаешь воду, и она превращается в белую. Как чистое молоко. Если коричневая жидкость превратилась под действием добавления воды в молоко, это значит хороший прополис. Если не поменяла своего вида, то никакого прополиса там нет. И вот эту белую жидкость выпил. Все полегчало. Некоторые называют прополис антибиотиками. Ну, с какой-то натяжкой можно называть антибиотиками. Но антибиотики, вот химические, лекарственные антибиотики, если ты принимаешь, они убьют всю твою флору. В кишечнике там больше килограмма полезной флоры. Это как бы целый отдельный орган в организме человека находится. Некоторые ученые предлагают выделить этот орган и как-то его называть по-особенному. Так вот, антибиотики, если начинаешь принимать вся микрофлора кишечника, и вредная, и полезная, вся погибает. Ну, на то она химия, чтобы все убить. А антибиотик. А прополис полезную флору он не убивает. Он убивает почему-то. Я не знаю почему. Я даже вот додуматься до этого не могу. Но погибает вся болезнетворная флора. А полезная остается наоборот. Чувствует себя превосходно. Она даже благодарит. Спасибо нам, дяденька-хозяин, за кормление прополисом. Так вот, ученые-то это давно заметили. Еще авиациены там всякие, эти, как, это, кляхта, гиппократа. Вот гиппократы эти все обратили внимание на прополис-то давно, когда ученые в 19 веке, в 20 веке, стали усиленно искать компоненты в природе прополис-то. Они стали исследовать, извлекать оттуда всякие компоненты. И они удивлялись. Извлекаешь там какой-то компонент, его синтезируешь, начинаешь применять толку никакого. Ну, толк-то есть, но он слабый. Другой выделяешь, он тоже. В чем вопрос? Оказалось, синергия. Все эти компоненты за миллионы лет пчелы их так сгруппировали, нашли, сложили в этот прополис, что они друг к другу эти компоненты притесались. В один компонент ничего не делали. Надо 100-200 компонентам вместе в одном прополисе применяешь. Вот как антибиотики действуют. И все эти химические аптечные вещества курс лечения проводишь, всех микробов убил. Ну, всех. Всех, да не всех. Одна-две микробины, это какая-нибудь спирофета там осталась, одна где-то затесалась. Ну, она спала, или там на ней оболочка какая-то была. Не убило ее этим антибиотиком. Все. Потом она начинает производить в себе подобных, и на этих гадов уже антибиотики не действуют. Все. Сохранилось. Но вся загвозка-то в чем? Некоторые эти самые и вирусы, и и бактерии, они мутируют и группируются друг с другом. Там туберкулезная палочка с какой-нибудь спирофетой спорифанится, там найдет контакт и получается новая болезнь, от которой уже ни один антибиотик не помогает. А что прополис? А прополис действует не как антибиотик. В прополисе сотни, сотни компонентов. В антибиотике один компонент и он действует направленно как кувалдой. Тюкнул или там топором отрубил, убил, все. Будто вылечились. Ничего не вылечились. Они же из организма никуда не уходят. Они там в организме внутри остаются навеки вечные. все эти гриппы, все остается внутри. Они просто притворяются, встраиваются в геном человека и сидят там до поры до времени. Потом опять вылазят и опять начинают свою мерзопакостную деятельность. А прополис-то что такое? А прополис ты применяешь на полезные? Он не действует. это миллионы лет такой процесс происходил. В улье тоже ведь есть полезная микрофлора, есть вредная микрофлора. И вот в человеческом организме тоже потребил ты прополис. прополис. их сотни компонентов. Они сам по себе каждый компонент прополиса очень слабый. Но все вместе в синергии они добиваются своей цели. Они убивают все бредоносные бактерии и против гадов. Вот в чем сущность прополиса. Нет другого такого как сказать вещества в природе. прополис русских среднерусских пчел. Никаких там южных непонятных с чего они там берут. Ну понятно там есть лимоны, апельсины, бананы и прочее. Тоже хорошие эти растения. Но у нас да елки, пихты, сосны, осины тополя, ивы, кого там только у нас нету. Из травянистых, из древянистых, из кустарников пчел собирают себе компоненты для прополиса. И этот прополис самый лучший в мире. Препарат от всех болезней. Вот поверьте мне, прополис очень жгучее такое вещество. Вот его жуешь, язык щиплет. Но им лечат даже язвы желудка. Вот представляете, язва желудка у меня родственники лечили и вылечивали. Тоже вот на этом ну понятно не не очень концентрированный раствор каплями там понемножку вот вот дети болеют сейчас какие-то скарлатины начались ветрянки там новые вот когда-то они эти болезни были тогда люди легко переносили сейчас в современном мире в электрифицированном в компьютеризированном не поймешь еще в каком эти ослабленные детские организмы они заболевают простыми болезнями у кого-то даже прибивки были у кого-то их не было заболевают и не могут вылечиться для кумны то люди вот нашли способ берут прополис делают настойку спиртовую и капельками ребенку горько он не будет есть так ну капнул эти капельки куда-то во вкусную еду в сладкую даже конфетку какую-нибудь дал ему съесть и вылечиться от всего от всего ну что а вот я рассказывая о меде упомянул что пчеловоды не болеют простатитом так вот здесь рассказывая о прополисе я еще раз об этом скажу не болеют пчеловоды настоящие пчеловоды есть пчеловоды там диабетики которые мед не потребляют прополис не потребляют некоторые пчеловоды даже даже не жалятся пчелами оденут перчатки оденут сапоги оденут двойные штаны сетки комбинезоны кто их прокусит они годами работают никто их ни разу не ужалит так это не пчеловоды это столевары какие-то а пчеловод это кто употребляет в больших количествах мед кто кушает пергу кто лечится прополисом жалится пчелами вот у меня если что-то заболело я беру банку пол-литровую или больше обычную клетку подставляю пчелы туда налазят я ставлю эту банку на больное место на ногу на руку на спину пчелы меня пожалят там ну когда некому посадить когда есть кого-то попросить ну садят пиццетом там я не знаю а есть пчеловоды которые боятся пчел я тоже боюсь я очень боюсь это все больно это 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 не комары кусают это пчелы хоть я и стал как наркоман хочется вот зимой хочется в улице залезти но больно и не хочется быть покусанным в губу в нос в глаз и в прочее уж не говоря в языке так вот пчеловоды настоящие пчеловоды не болеют простатитом а половина мужиков во всем мире простатитом болеют а старшее поколение болеет почти поголовно что-нибудь у них да все равно отказывают господи спасибо